Здравствуйте, уважаемые трейдеры, инвесторы. С вами на связи Виталий Кухта. Сегодня у нас пятница, 25 июня. Как всегда по пятницам, ну не всегда, скажем, по возможности я записываю в проекте открытый микрофон на канале Markets. Раздел про трейдинг. Здесь я, как уже сказал в прошлом обзоре, я буду рассказывать о не только обзорах рынка, каких-то торговых рекомендациях, если они присутствуют, но также буду добавлять материалы по обучению разного формата. Сегодня мы затронем довольно интересный формат обучения. Я покажу примеры и расскажу о торговой модели. Зеркальный уровень. Есть два вида. Зеркальный уровень по тренду, а есть контртренд. Сегодня мы поговорим о контртренд. Довольно интересная модель. Данная модель работает на любых тамфреймах. Мы сегодня разберем примеры, как на мелком тамфрейме, это H1, так и на крупном тамфрейме, это дневной график. Разные примеры разворотов рынка по данной модели. Поэтому, если будут вопросы, пишите под видео. Если будут конкретные вопросы, чтобы погрузиться во всех нюансах, потому что там есть много нюансов, которые нужно понимать. Мы на них говорим на курсе обучения. Напомню, на сайте Kuchta Capital у вас есть возможность в разделе обучения от Виталия Кухта изучить программу персональный наставник по обучению. Здесь все расписано, как все происходит, занятия, куча торговых моделей, которые мы изучаем, отзывы. Вы можете все изучить. Итак, давайте перейдем к непосредственно... Сегодня мы начнем, во-первых, сначала с обучения, дальше уже разберем рынок. Рынок немножко сложноватый, но я расскажу свое мнение, как я его вижу. Расскажу об альтернативном варианте. Возможно, этот альтернативный вариант является и основным. Сложно сказать. Есть, напомню, моменты на рынке. Я уже в прошлый раз говорил, когда следует их торговать, да, и когда нужно побыть вне рынка. На самом деле, на рынке нужно быть, если именно по поводу точки входа, ну, процентов 80 нужно быть вне рынка и уметь ждать какие-то хорошие точки входа. Есть рискованные, предполагаемые, их возможно торговать, но нужно соблюдать риски, так как у них вероятность отработки очень-очень низкая. Как вы заметили уже, кто смотрит, к примеру, там, битву аналитиков, да, которые выходят в понедельник и среду, иногда бывают очень точные прогнозы, которые очень отрабатываются. Иногда рынок сложный и приходится какие-то идеи, да, рассказывать, но у них вероятность отработки очень низкая. Я об этом говорю. И, допустим, бывают и обычные сделки, как вы, если вы смотрите все обзоры и так далее. Итак, ну давайте начнем. Поговорим о модели зеркальный уровень. Как я уже сказал, по данной модели есть два варианта. Модель по тренду, да, вот сверху это пример в лонг, да, и пример в шорт. Об этой модели мы поговорим уже на следующем, в следующую пятницу, возможно, через пятницу будем разбавлять, посмотрим. Но я бы сегодня хотел поговорить о модели контр-тренд. Вот пример снизу. Это вариант контр-тренд, когда тренд идет шортовый. Это может быть как на H1, так и на дневном графике. Как возможно ловить разворот тренда или какие-то коррекции небольшие. Я расскажу о примерах. И даже о тех примерах, которые мы торговали недавно. Кто смотрел все битвы, он всегда смотрит битву аналитиков. Возможно, вспомнит те моменты, о которых мы говорили. И пример short, да, контр-тренд. Вот допустим идет тренд лонговый. И возможность, вариант зайти вниз. В чем заключается суть? Давайте я вкратце нарисую, да. Допустим, вот идет у нас тренд вверх, да. У него есть какие-то определенные коррекции, волны. И в какой-то момент рынок делает, это желательно, чтобы был импульс, да. Пробивает какой-то локальный минимум, который был у нас вот эти минимумы, да. По тренду. Если идет пробитие данного уровня, по этому уровню минимуму мы проводим уровень. И после того, как будет ртс данного уровня, мы рассматриваем возможность снижения по данному активу, да. То есть вот в таком формате. То есть вот это является точкой входа в short по данному, по данной модели. Здесь есть много нюансов. Допустим, вот лучше, если вот формат рисуется вот в таком, условно, да, вот идет у нас тренд, да. И он рисует, условно может вот так рисовать, да. Когда несколько касаний идет. Пробитие, да. Может еще ложно, да, рисоваться. То есть в таком формате это более, скажем так, сильная, сильная торговая модель. Плюс, как уже сказал, это может быть на разных там фреймах. Сегодня мы рассмотрим разные примеры. Дневного, там на часовом там фрейме, да. Там есть много нюансов. Если вам интересно, допустим, вы будете изучать данную модель, если она вас заинтересует, я вам скажу, она одна из самых сильных на рынке, вы можете, так скажем, сами сделать домашку, найти еще кучу примеров на рынке, на тех инструментах, которые вас интересуют за какой-то период, да. Допустим, вы там торгуете условно инструмент какой-то кросс пару, там фунт и иена, да. По ней пройтись там за несколько, там за последние 2-3 года. Если это дневной там фрейм, если это более краткосрочный там фрейм, за более мелкий период или там условно евро-доллар, или там золото, или нефть, или там акция какая-то, или фьючерс на другие активы, и вы можете мне прислать на почту, на сайте Кухта Кэпитал есть почта, и я эти примеры посмотрю, и в следующем обзоре я смогу их разобрать, да. То есть вот в таком моменте. Поэтому, если вам интересно, мы можем, скажем, пройти такое, это будет не просто, скажем, обучение в формате я вам что-то рассказываю, вы, допустим, что-то поняли, что-то не поняли, и все. То есть это будет формат обучения с фидбэком, то есть я буду, если вы будете присылать свои вопросы, я буду на них отвечать. Если вас заинтересует уже более конкретное, то есть обращайтесь по поводу обучения, я расскажу и так далее. Поэтому вот это, здесь все очень просто, то есть не нужно усложнять какие-то, добавлять здесь фундаменталы и так далее, какие-то еще моменты. Вот просто, да, идет у нас тренд вниз, у него есть волна, при пробитии одной из подвол на ретесте мы покупаем данный актив. То есть здесь все просто. Там есть еще нюансы с импульсами, с вот этой коррекцией, да, то есть есть нюансы, это мы уже более подробно изучаем, но вам как, скажем, как пища для мышления, чтобы вы изучили на рынке, потратили на это какое-то определенное время и научились на этом зарабатывать. Итак, давайте непосредственно сейчас придем прямо к примерам на графиках. Вот у меня есть несколько там заготовочек, ну и плюс возможно на графике еще покажу несколько примеров. Вот один из примеров это биткоин, да, биткоин в 2020 году, когда все уже там хранили биткоин, когда он падал там ниже 4000 в моменте. Посмотрите, как он красиво развернулся на дневном там фрейме. Смотрите, у нас идет достаточно сильный нисходящий тренд, да, плюс у нас вот здесь хорошо пролили его, да, вот такой слег. Дальше идет какая-то определенная коррекция. Смотрите, мы ставим какой-то локальный, то есть локальный на хай, то есть вот он, вот вот этот пример, да. И смотрите, мы его в последующее время подходим, еще раз тестируем, пробиваем. Вот это самое главное, чтобы мы его пробили на импульсе, да, то есть вот это один из тех нюансов, которые нужно понимать. Вот у нас импульс, да. Потом произошла коррекция к данному уровню, да, смотрите, мы его протестировали несколько дней, даже еще раз вернулись, еще раз протестировали и ушли наверх. Как мы знаем, с этой точки, как мы видим по данному графику биткоин достаточно показал неплохой рост, но кто знает график биткоина, кто хорошо помнит, это был минимум в 2020 году, вот точка входа на уровне 5855, да, там 6000 условно. Мы выросли на 60000, то есть в 10 раз с данной точки входа. Конечно, никто не знает, какой хай будет, но эта модель является точкой разворота тренда, да, или нисходящего, или восходящего. Дальше. Вот биткоин аналогично, это пример где-то начала 2020 года, то же самое, здесь такой более плоский уровень, смотрите, не такой резкий, как был вот здесь, да, вот вот у нас тоже здесь был нисходящий тренд, показали один раз, еще раз, то есть вот этот уровень мы, и потом пробивается на импульсе, ретест, и мы уходим наверх. То есть все очень-очень неплохое движение. То есть это я вам сейчас разбираю дневные моменты. Сейчас будут и часовые фреймы. Так, это по тренду, это не то. А вот пример с евро-долларом апрель текущего года, 2021 года на аж один. Если кто помнит, посмотрите, посмотрите битву аналитиков за данный период, то есть мне кажется, это даже 5 апреля, 5 апреля я давал, я давал, это был понедельник, то есть это видно, вот пятница это второе, у нас идет выходные и 5 апреля, тут была битва аналитиков, можете на сайте Амаркетс посмотреть, я давал рекомендацию на покупку по евро-доллару и вообще я в этот момент говорил о евро-долларе, о развороте, как мы знаем, евро-доллар с 1.17 развернулся на 1.22, то есть практически 5 фигур мы выросли. То есть то же самое, смотрите, у нас идет нисходящий тренд, да, показан какой-то локальный максимум, мы с него уходим вниз, потом пробиваем его импульсом, ретест, ретест, немножко сложным, да, здесь еще нюанс есть с трендовой линии, вот если нарисовать ее вот по этих минимумах, тоже есть такие моменты и мы от него уходим, вот этого зеркального уровня и все, здесь тренд развернулся, то есть это наш один, то есть вот такие моменты довольно интересные. конечно, там есть момент еще с затуханием на тренде и так далее, поэтому есть еще нюансы, чему учиться дальше. Вот евро-доллар это момент разворота рынка в январе текущего года, то есть когда у нас был в прошлом году 2020 восходящий глобальный тренд и вот у нас, когда было пробитие трендовой линии, плюс у нас такой образовался локальный зеркальный уровень, после чего мы развернули аналогично тренд с уровня там 1.22.75. там долго мы еще болтались, но в итоге мы показали 1.17, даже чуть ниже кольнули. То есть вот, это пример тоже h1. Это доллар и иена, тоже тот же период апрель, аналогично у нас тренд восходящий. Конечно, здесь может быть много нюансов, допустим, вот там раз пробовали, но не пошло. Да, бывает, то есть это не является, скажем, какой-то панацеей, да, что обязательно вот так оно будет, но это, скажем, вот если словить такой момент на рынке, то можно поймать хороший разворот. Так, это эфир, эфир против доллара, тоже вот смотрите, дневной график. Вот три примера на одном графике, как тренд разворачивался. Вот у нас, это 19-й год, если не ошибаюсь, да, смотрите, мы падаем, локальный, показываем уровень пробития, ретест и уходим наверх, очень сильно, да. Аналогично, раз, два, три, уровень пробития импульсом, ретест и вниз. То же самое, мы дальше идем вниз, раз, два, никак не пробиваем, пробитие, закрепление и все. И вот здесь эфир, как и биткоин в 2020 году, он развернулся, как видим, эфир с 140 долларов, развернулся на несколько тысяч долларов, да, то есть это колоссальный, колоссальный рост, поэтому ты точно не знаешь, это будет колоссальный рост или вот с этого момента, где показало несколько сот процентов или с этого момента, который показало несколько тысяч процентов, да. То есть это трейдинг, это работа с вероятностью. Ну, показал несколько примеров, можете их рассмотреть на графиках, на тех инструментах, которые вы торгуете, я бы посоветовал со дневных графиков, да, там уже, скажем, поработал с этими примерами и дальше уже по желанию переходил в каких-то точках, где нету четкого момента разворота на дневном графике, посмотреть на часовом графике. Ну, условно, если у нас вот нет вот такой конкретной модели, да, крупного там фрейма, вы можете условно вот находить вот здесь на хаю вот этого тренда, посмотреть, как здесь тренд разворачивался, была ли какая-то локальная модель на H1, то есть вот в таком формате. Поэтому так кратко мы долго не будем это рассуждать, то есть я несколько примеров кинул, вы уже рассматриваете. Дальше перейдем к рынку, рассмотрим некоторые моменты, много инструментов не будем рассматривать, так как все валютные пары практически одинаковые, там очень сложно сейчас и у меня такое ощущение 50 на 50, индекс доллара пойдет дальше в сторону вот этого нового движения или мы пойдем на разворот вот по данной модели, да, зеркальный уровень. Почему я ее сегодня затронул, что вы понимали, если у нас доллар разворачивается, то есть у нас вот такая модель, да, и другие моменты рассматривать не будем, условно там индексы, индексы у нас идут в космос, конечно, печатают денег и плюс комментарии от главы ФРС, все боятся очень сказать, что о сворачивании стимулирования, о том, что будут подниматься ставки, да, потому что мы понимаем, если это случится, если даже это не случится, но какое-то ближайшее время по-любому, да, потому что инфляция у нас достаточно большая в Америке, да, и как они говорят, это временно, но посмотрим, придет время, когда нужно будет сворачивать эти моменты, поднимать ставку и рынок рухнет очень сильно, а еще он может рухнуть не только на уже по факту, а даже на, скажем, на намеках на это, как вот было сейчас, да, когда появилась, скажем, момент инфляции, когда было несколько недель назад, данные по инфляции, рынок S&P 500 немножко рухнул, да, но потом его откупили, потом снова заявление ФРС, что ставку когда-нибудь поднимут, там, в 23-м году, снова рынок скорректировался, да, и представляете, есть что будет, если они признают, а рано или поздно это нужно будет сделать, рынок просто улетит, скажем, на дно очень-очень сильно. Итак, давайте рассмотрим евро-доллар, да, в принципе, все пары одинаковые, что индекс доллара можем параллельно индекс доллара посмотреть, франк, фунт, НЗД, австралийский, канадский доллар, они все одинаковые, да. Давайте евро-доллар, по евро-доллару, напомню, по евро-доллару я был последний месяц с шаркистом, да, я говорил, как индекс доллара, что он на рост, где-то пытался там евлонг, где-то оно шло, где-то не шло, говорил о сильном развороте индекса доллара, он, в принципе, еще возможен. На текущий момент, кто смотрел битву аналитиков в среду, я говорил, что я вижу рост индекса доллара или, как у нас было, или с текущих, или еще немножко подрастем, как мы видим, немножко был какой-то рост по некоторым валютам, евро-доллар, допустим, падал там из текущих в среду, а еще немножко подкатил, как и фунт-доллар. На текущий момент вот это движение, которое идет по евро-доллару, да, сейчас так нарисую, да, вот у нас, вот этот рост, что это за рост? Это коррекционный рост, и мы дальше уйдем вниз, это тот вариант, который я рассматриваю, да, то есть, что у нас был здесь импульс, здесь идет коррекция, и у нас с текущих плюс-минус должно быть снижение, возможно, в район 1.18 с копейками, и дальше у нас, возможно, вариант 1.17 и ниже, да, по евро-доллару. Как оно будет красиво падать с текущих, или через какие-то сложности здесь, корявые такие движения, то есть, это уже время покажет, но здесь есть вариант снижения с текущих, да, поэтому я пока этому, этого варианта придерживаюсь, но есть один здесь нюанс, который показывает о том, что у нас, возможно, евро-доллар развернулся в лонг, да, он пока такой сложненький, сейчас я о нем поговорю, переключусь на H1, да, здесь есть один из моментов, это тот зеркальный уровень, о котором мы говорили, да, то есть, вот он, то есть, падаем, моего, то есть, есть минимум, с которым мы сделали перелол, еще один, поджимает, пробиваем импульсом, и мы его тестируем, то есть, локально мы уже от этого уровня как-то отбивались, но это там в районе 30 пунктов, да, дальше нужно следить за этим уровнем, что мы будем делать, если мы будем падать сегодня и снова выкупать, то здесь стоит рассматривать какой-то вариант лонга, может ли мы секущим показать рост по евро-доллару, возможно, я пока все-таки придерживаюсь варианта шорта, хотя я там с учениками обсуждал этот момент, шорт возможен, он такой очень сложный, если закладывать риск, то самый минимальный, который там рассчитывается, да, не нужно шортить на 5-10% у депозита, потому что сейчас очень сложная ситуация по евро-доллару, ну и по всем активам аналогично, поэтому этого внимания, плюс для понимания, чтобы было не постфактум, допустим, я там рассматривал шорт и инструмент пошел-ушел в лонг, почему, непонятно и так далее, то есть, есть примеры, почему он может пойти в лонг, и это нужно понимать, как альтернативу, если в что, захеджироваться, захеджироваться можно с коротким стопом, о вариантах хеджирования, я там уже говорю на курсе обучения, что если вы там рассматриваете какой-то основной вариант, если он не срабатывает, есть, скажем, какой-то момент, который показывает, что рынок может уйти в обратную сторону достаточно сильно, можно захеджироваться или на том же инструменте с коротким стопом, или на другом инструменте, параллельно, который ходит с ним, допустим, это евро-доллар, индекс доллара, или там доллар-франк, поэтому вот так. В принципе, это все по рынках, все одинаково, доллар-франк аналогично, то есть, у нас, если вот так смотреть, дневной график, у нас был импульс, сейчас коррекция, и мы растем или с текущих, или у нас идет еще какая-то более глубокая коррекция и дальше в лон. Ну и напоминаю о том варианте, что у нас возможен падение доллара и с текущих, да, как и по евро-доллару, я уже сказал, и по доллар-франку, поэтому это нужно понимать. То же самое фунт-доллар, вот он уже по сравнению с евро-долларом и другими валютными парами, он уже показал рост доллара, еще вчера начал. То есть, кто смотрел битву аналитиков в среду, я в принципе говорил по фунту, давал такой комментарий, что если там вы покупаете индекс доллара, я давал конкретную рекомендацию, вы можете параллельно те инструменты, которые вы торгуете, евро-доллар, франк, фунт, новозеландский доллар, да, фунт он очень красивый по сравнению с другими активами, он уже дал реакцию, да, вот я говорил как раз уровень 1.40, еще возможен рост и дальше снижение. Мы в принципе с уровня 1.40 дали движение вниз на 100 пунктов. Будет ли продолжение в район 1.38, да, время покажет и тоже здесь существует вариант, что мы можем это был заходной какой-то импульс такой корявый, и мы дальше пойдем в рост. Но это альтернатива, она пока сложная и мне до конца непонятная, но возможная. Индекс доллара аналогично, да, напомню, я в среду на битве аналитиков советовал покупать данный индекс, где-то в районе там 91.70 или 80 примерно, да, при снижении по чуть-чуть покупать, да, при каком-то локальном снижении, как мы уже показали в среду, можно докупиться там на несколько пунктов ниже. Если еще ниже, отмена сценария где-то примерно, где-то в районе там 91, да. Такая сложная картинка, непонятная до конца, поэтому вот так. Ну, а социалистский доллар новозеландский чуть-чуть более корявый, они вообще только показывают какой-то рост. Посмотрим, что сегодня нарисуется, да, по всем инструментам. Но есть вот такая альтернатива, которая показывает, что евро-доллар и индекс доллара и все пары мы можем развернуться, да, в лонхе достаточно сильно. Если здесь будет разворот, ну, как вариант, это может быть всего-навсего более глубокая коррекция, но есть вариант, вот кто с фундаментальной точки зрения уже много рассказывал о фундаменте, почему доллар должен падать, потому что ставки в ближайшее время не будут подниматься, поэтому это нужно учитывать и так далее. Поэтому евро может спокойно все дальше расти и очень сильно, поэтому это учитываю. Ну, кратко по нефти у нас здесь тренд лонговый, держит какие-то локальные уровни, пока и вне рынка. Золото аналогично евро-доллару. Вроде бы здесь его сильно зажимает вниз, но здесь появился такой локальный уровень поддержки. Смотрите, очень четко, кто-то не пускает золото в районе, получается, 1773, вот четко, как мы откупили. И вот я не люблю, когда вот инструмент вот после такого падения, нет покупателей, да, вроде бы должны провалиться, но слишком большое движение вниз. Я говорил в среду о золоте, что где-то в районе там 1800. Плюс-минус возможен шорт. Мы как раз в среду туда и выросли в район 1795. Пошло небольшое снижение на 20 долларов, но дальше, как видим, застряли. Здесь тоже сложная картинка. Уровень был красивый, лимитный. Можно было рассматривать на покупочку, да, что с этой покупочки получится, возможно, и лонг. Если ее будем пробивать, то уже здесь на пробой, возможно, пробой торговать. Плюс напомню, кто смотрел прошлый обзор, в прошлую пятницу, я там четко давал информацию по уровням Fibonacci, мы их еще тестируем. Как видим, золото еще с прошлой пятницы становилось на уровне 1770, да, на уровне Fibonacci 61, там евро-доллар, индекс доллара, аналогично чуть-чуть более глубокие коррекции сделали, фунт-доллар, да. Поэтому эту информацию тоже учитываем. По биткоину, напомню, прошлую пятницу я делал обзор и включил туда биткоин, я говорил о шортах, мы шорт, в принципе, неплохо отработали, падали неплохо. На текущий момент важно, что мы дальше здесь будем торговать. Если сегодня закроем дневочку хотя бы на минимумах вот этих вчерашних и позавчерашних, то я думаю, что биткоин дальше будет падать. Здесь появился блок, снесли стоп-лоссы, подкупили и сейчас важно, что дальше, какие дальше будут закрытия дневного графика. Сильный уровень сопротивления это в районе там 36 тысяч условно, да, это вот этот максимум вот этого бара, то есть мы с него сделали пробой вниз, да, сейчас откорректировали практически все движение. Если его будем пробивать, то дальше, возможно, говорить о каких-то лангах будут выкупать сильно. Если мы сегодня снова, позавчера, вчера так откупили и снова скинут, то я думаю, что дальше здесь стоит говорить только о шортовых позициях. Ну и индексы американские, ну там космос, конечно, здесь присутствуют дивергенции сильные на S&P 500, если мы еще обновим, обновим вот эти максимумы, которые были в текущем месяце и дальше будем как-то удерживать эти уровни. Это нужно уже по факту смотреть. Как видим, надувание денег разгоняет вот данный момент. На этом закончим. Будут вопросы, пишите в комментариях. Если вы сделаете разбор той торговой модели, о которой я говорил, сможете прислать на почту. На сайте Кухты Кэпитала есть информация. В разделе контакты есть моя почта. Или телеграм, вы можете сразу лучше в телеграм, там я сразу смогу ответить. Там прислать несколько картинок, я их разберу. Если вас интересует обучение, напомню, здесь скидка на сегодня действует 50%, пишите, обсудим. Всем удачной торговой пятницы. Я думаю, что уже со следующей недели будут более интересны какие-то, возможно, моменты на рынке. Пока, до свидания.